То есть фактически в ютуб-каналах выступают, ютуб весь заполнен представителями зелено-желтого тумана. Ну не все, конечно, но очень их стало много, и они просто как создают зелено-желтый шум. То есть по сути они извращают реальность полностью. С другой стороны, конечно, присутствует вот этот подоляка Юра, предатель этот, конечно, редкое существо. Почему он до сих пор еще с другими этими всеми тоже, там еще парочку таких есть. То есть врет наглейшим образом, такая наглая, самоуверенная, блин, существо. Еще как это в суммах, сумм он сам просто аж такое просто смертливое, такой скунс. Ну еще один есть тоже, у него такая неприятная физиономия. Вот если по этой модели Ламброза сразу видно, что оно такое садистка, хитрая такое, извращенная какая-то чучела. У них еще такие есть, много таких. Вот, поэтому там тоже брехня полная. Ну, самый главный брехун у них Путин, конечно. Это даже Мюнхгаузен отдыхает. И вот этот волшебник изумрудного города Гудвин, который всем зеленые очки надевал, чтобы они думали, что они в изумрудный город попадают. Путин еще тот брехун, конечно. Ну, что сделаешь. Отец залжи дьявол, а сынок в отца удался. Вот, поэтому рассказываю, там где-то встречался он, новую байду придумал, что уже там уничтожили сотни танков украинских, что это больше двухсот. Шестьсот там уже бронемашин, пехоты и БТР и прочее, прочее. И французские, английские, американские, немецкие, все какие хочешь. Но признают, признают, что остановилось наступление. Ну, украинцев огромные потери. То есть, он и Шайгу, они перехватили сейчас информационное поле, конечно. И поэтому они излагают сколько потерь на контрнаступление. И потери, конечно, большие. Это сто процентов. И те, кто жизнь потерял, и те, кто раненые, там такие истории очень плохие рассказывают. Вот, но, слава Богу, хотя бы, что уже появился заложный Буданов. Такое впечатление, я помню, мне некоторые мои товарищи рассказывали, что есть в Украине какой-то черный, очень такой мерзкий эскадрон. Они его называли так условно, группа черных тварей. Говорит, Олег, они, говорит, такие вещи страшные делают. Министры мне рассказывали, мэры рассказывали некоторые. Приходят, ну, кто-то же их присылает какие-то, шваль какая-то же их присылает. И они просто начинают людей запугивать, запугивать расправой над семьями, над детьми, над всеми. Те, кто не соглашаются, мне некоторые орили, говорят, на подвал садили, на подвал приковывали к батареям. Там очень тяжелые, сбривали волосы, мучали, к току подключали, в том числе головы, оголенные провода. В общем, страшные издевательства осуществляли, страшные муки люди принимали. Я сейчас на Буданова, на Залужного смотрю, у меня такое впечатление, что их через это провели. Что они прошли через эти садистские, из-за этих самых, извращения, опыта. Вопрос, кто дал команду. Ну, понятно, что Зеленский дал. Понятно, что хозяева Зеленского. Хозяева Зеленского. Они очень боятся и Залужного, и Буданова, видимо. Ну, не видимо, а точно боятся. Я думаю, что произошел серьезнейший внутренний конфликт по поводу места наступления, формы, времени и объемов. Я думаю, с одной стороны был Зеленский, Ермак, Резняков, конечно. Еще там некоторые, видно, члены, версию высказывают, члены этой их ставки. Ну, и Зеленскому приказали Соединенных Штатов, что ты давай вперед. Как говорится, давай, рой землю. Не важно. Ну, кстати, это Синг, речник Пентагонова, заместитель. Она подтвердила, что они просчитали, какие будут потери. И Зеленскому сказали, неважно, какие потери, Байдену нужен рейтинг. Поэтому оружие вам дали, вперед. Сколько потеряете, это уже такое дело. Вот, ну и, видимо, они вот это приняли решение. Я думаю, Сирский как-то тут, как-то он дал слабинку, завибрировал, видимо, все-таки. Но он, видно, тоже нежелезный парень. Ну, тем более, он как бы, видимо, опирались на опыт Бахмута. И думали, что можно таким образом попереть вот там в Орехово на Запорожском этом фронте. Я думаю, возле Зеленского обязательно есть предатели. Есть люди Москвы, сто процентов. Почему? Потому что это наступление вот с четвертого числа, когда очень много понтель было. А уже понятно, что была замануха. То есть четко было продумано, просто еще у московитов как бы нервы сдали. Если бы они дали возможность зайти большему объему украинских танков, бронемашин и людей глубже туда, то есть дать пройти первую линию и удариться второй линии, первую замкнуть, потери были бы просто страшны. Я думаю, то, что Путин называет там больше двухсот танков и шизот машин, это был просчет такой, что столько должны потерять в результате этой операции. То есть операция была в Москве разработана, и ее, видимо, подсунули, блин, Зеленскому. Но Зеленский же в этом ничего не понимает. Ну, членопианист здесь, членопианист. Человек всю жизнь выступал в КВНе, в цирке, ну, как это назвать, 95-й квартал, это «Рассмеши комика», там разные мультфильмы озвучивал, там этот, еще там «Киевский», там этот, что там, «Вечерний» или какой, «Киевский квартал». Ну, всякое там, кино снимался. То есть он вообще без образования фактически, без знаний, без опыта, без ничего. Ермак, что-то не такой, Шмигаль, там Резняков, там, ну, кто, кто. Там Берещук у них просто гигант по сравнению с ними всеми, по опыту государственной службы и вообще всего, что она как бы, ну, я ее лично хорошо знаю, она такая, конечно, девушка такая, ух! Палец ей в рот не клади, как говорится. Вот, а кто еще? Там вообще людей нет. Кто там? Это просто так, говорится, набрали как с помойки, да и все, и слепили, блин, кабинет министров, еб, РСД. Поэтому, ну, понятно же, ну, что от них можно было ожидать. Я думаю, им втюхали, просчитали, что такие будут потери. Ну, а Путину же теперь не объяснишь, что нифига не вышло, что потери практически в разы, в разы меньше, вот, и что не пошла тогда наша, слава Богу, бригады не поддались на эту авантюру. Я думаю, Буданова и Залужного мучили, и принуждали, чтобы они присоединились, поставили подписи под этим наступлением. Они, видимо, не поставили, и их посадили на подвал. Если бы, конечно, не такие, как Соскин и другие, ну, и Запад включился, плюс Россия, конечно, тут тоже подключилась, сказала, что они уже убиты. И Зеленского, по сути, прижали, как говорится, сделали ему, есть такой анекдот один, говорит, говорит, хочешь, я тебе доставлю массу удовольствия. Говорит, а как? Говорит, да сейчас вот идем, говорит, в сарай. Пошли в сарай, он ему причиндалы в тиски, говорит, это самое, затиснул, дал пилу и поджег сарай. Говорит, и закрыл двери, говорит, ну, вот теперь, говорит, ты удовольствие получишь, говорит, по самому максимуму. Вот, в принципе, Зеленский оказался, чтобы было понятно, в такой же ситуации. Поэтому у него выхода не оставалось, ему надо было дать приказ, ну, не приказ, он не может приказ, он дал просьбу, просил, видно, может, и на коленях перед ними стоял, перед хозяевами он, Ермак, чтобы переиграть. Ну, и Залужного и Буданова выпустили, вы видели, как они выглядят. То есть, они прошли через какие-то очень тяжелейшие испытания. Я думаю, это морально-психологически был террор сделан над ними. Ну, за это Зеленский и Ермак, ваши хозяева будут отвечать, даже не сомневайся. Поэтому ты зря так думаешь, что ты безнаказанный, что ты неуловимый джом. Ты зря так думаешь. Так не бывает, Зеленский. Я не понимаю, неужели тебя никто научить не может. Ты же вот со своей благоверной, вы прямо как одно целое. Прямо вы как этот, кентавр. Или нет, не кентавр, ну, не кентавр. Ну, кентавр тоже, можно сказать, это такие были человеколюди. Но были еще такие, как срощенные сиамские близнецы. Ну, вот. Поэтому, Зеленский, ну, попроси, пусть она тебе объяснит, что бывает. Она-то у тебя умничка, в конце концов. И у нее хорошо развит инстинкт самосохранения, в отличие от тебя. Поэтому ты бы с ней пообщался бы так, вечерком. Достоевского бы почитали. Преступление и наказание. Тоже интересно было бы вам. Еще там у него есть всякие там... Есть у него в Зеленске прекрасная книга. С Ермаком почитайте. Возьмите Шмигаля, возьмите Резнякова. Там еще кого-нибудь. Сядьте, почитайте. Называется у Достоевского «Бесы». Очень хорошее произведение Зеленский. Ну, братья Карамазовы, ты и сам можешь почитать. Ну, Достоевский, он тебе бы как раз пригодился. Если Ленин говорил, что Лев Толстой – это зеркало русской революции. А Достоевский – это зеркало сегодняшней украинской войны. А Украина – российская. Так вот смотрите, что происходит, дорогие мои. Получается следующая ситуация. Что, слава Богу, Зеленский заявил, что они будут, так сказать, бихти в пекло попереду батьку. Попереду Байдена. Надо остановиться, правильно. Вообще там не надо наступать. Вообще на Запорожском наступлении там еще страшнее начинается. Там вторая линия, оказывается, она, я думаю, третья еще страшнее. Но вторая очень сильная. То есть, получается так, первая, как бы, это такая полузамануха. Тоже тяжелейшая, там, мины и все остальное. А потом идет вторая линия, там вообще жуть. То есть, без американских Б-52 там ничего даже делать. Просто. Там должны быть ковровые бомбометания. Причем с сутками надо это делать. Плюс Ф-16. Ну, туда вообще нефиг опереться. Плюс плохая же ситуация возле Купянской, где там еще возле этой Креминой. Они же туда прутся. Ну, Зеленский, ну, наносите удары по валуйкам. По вот этому куску наносите по их. Пусть, ну, идите туда, пустите пару бригад по российской территории. Ну, зайдите в ТВ. Что ты этого Байдена, этих всех америкозов, этих англичан слушаешь? Или скажи, все, мы тогда с Путиным подписываем прекращение огня. Ни войны, ни мира. Все, пошли вон. Посмотрим, что тогда вы будете запоете. Если Украина подписывает час прекращения огня ни войны, ни мира и держит оборону, то все, когда Путин наконец-то высвободит свои вооруженные силы и бросит их на Северо-Балтийскую войну. Это будет просто красота. Зеленский, ты же представляешь, какой кайф будет? Ты каждый день будешь Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, Норвее, Швеции, особенно Норвее, Столтенбергу. Все время вы с Кулебой будете соболезнования посылать. Ой, дорогой Столберлин, как мы тебе сочувствуем, как твоей семье сочувствуем, родственникам. Ой, какое было хорошее Осло. Ой, какой королевский замок, блин, в Стокгольме, в Норвегии, в Копенгагене, в Осло. Ну, что вы такие тупорылые, а? Пусть Путин начнет, дайте Путину, ну, он просто аж ногами, а как это самое, как, знаете, если пиво напился, это такое, говорит, как сделать, говорит, один этот самый, там поймали нескольких товарищей, вот, разных национальностей, в каком-то там, в Африке, так сказать, тройболистский вождь. А он каннибал был, говорит, как Бакаса, говорит, буду хавать каждого, только не съем того, кто меня, говорит, доставит мне неописуемое удовольствие. Ну, там один попробовал, там с северных, так сказать, широт, один там с этих, так сказать, березовых полей и прочее, прочее, а потом украинец. А, говорит, я смотрю, тут у вас пиво есть, говорит, да, ну, давай, говорит, только договор такой, говорит, пьешь, а, говорит, ну, не ходишь никуда. Пьешь, а, говорит, ну, не ходишь никуда.